В эфире РБКД или краткий финансовый гид о событиях, влияющих на наши деньги. В этом выпуске разбираемся, что делать, если стал жертвой мошенников, анализируем, куда инвестирует гуру и пытаемся купить колесо обозрения. Укрась за 60 секунд. Ливера Набиулина призналась, ей тоже звонили мошенники, представляясь сотрудниками банка. Председатель Центробанка предложил незамысловатый способ противодействия – класть трубку и сразу обращаться в свой банк. Мошенники стали использовать новую схему для кражи личных данных. Они находят резюме жертвы на сайте поиска работы, связываются с ней под видом работодателя и просят установить ряд приложений, одно из которых содержит вредоносную программу. Таким образом, они получают удаленный доступ к устройству и могут украсть коды клиента. Банк России просчитал только за первое полугодие прошлого года у банковских клиентов с их карт и счетов похитили 4 миллиарда рублей, совершив более 360 тысяч несанкционированных операций. Если подобные вещи остаются безнаказанными, значит это кому-то нужно. Разоберем ситуацию подробнее с Михаилом Фаткиным, партнером юридической компании FMG Group. Приветствую вас, Михаил, рады видеть и слышать в нашем эфире. Что же делать, если я не положила трубку вовремя, как Эльвира Набиулина опадалась страху, стрессу и выполнила условия мошенников? Полиция подобные дела коллекционирует на полках, банки тоже ни при чем, вина только на мне. Добрый день, Новосибирск. Что делать в данной ситуации? Ну, если у вас своровали деньги, по их похитили мошенники любым способом, из кармана или списались со счета, с карточки, то в любом случае необходимо обращаться в полицию. Не всегда действительно полиция работает в данном направлении достаточно активно, поэтому гражданам приходится самостоятельно подталкивать полицию, может быть, даже иногда самостоятельно расследовать похищение денег у них. Последовательность предельно простая, вне зависимости от того, какую сумму денег похитили, 5015, либо 150, миллион. Это, прежде всего, заявление в полицию с описанием той ситуации, какая произошла, откуда был звонок, с какого номера, в какое время, что говорили, что вы делали, и, соответственно, как произошло это с писанием, с указанием своих банковских реквизитов и счетов. В дальнейшем, скорее всего, полиция может действительно это положить на полку, но здесь необходимо обратить внимание на то, вы будете иметь возможность ознакомиться с материалами полицейской проверки и установить личность того человека, того лица, куда эти деньги были списаны, насчет которым были деньги списаны, то есть с вас, с вашего счета, насчет другого лица, либо организации, зачастую оказывается, что это вполне живой человек, у которого имеется имущество, со счета которого деньги пошли еще дальше, но у вас появится возможность истребовать уже через суд деньги с этого лица, которого вы узнаете, либо, в конце концов, через прокуратуру, через надзорные органы добиться от полиции возбуждения уголовного дела, либо в отношении того лица, который эти деньги получила, либо в отношении тех лиц, которые это все организовали. Михаил, в вашем блоге вы пишете о том, что часть российских банков вместе с сотовыми операторами запускают специальные антифроуд-системы, которые позволяют бороться с подменой номеров мошенниками. ВСИН выносит на совбез план борьбы с мошенниками и просит 3 миллиарда рублей на закупку техники и способны глушить сигналы сотовой связи из их учреждений. А не проще ли, простите за наивность, найти мошенников? Как вы сами перефразировали Владимира Путина, хотели бы поймать, поймали бы? Действительно, по моему мнению, если бы хотели поймать, давно бы поймали всех этих преступников, либо, во всяком случае, сделали данное направление преступной деятельности не таким популярным, массовым, когда сейчас оно доходит, наверное, по оборотам уже на миллиарды рублей, а по количеству пострадавших, я думаю, они исчисляются десятками тысяч, а может быть, даже и сотнями. С точки зрения правоохранительной деятельности, с точки зрения полиции, нет ничего сложного по пресечению деятельности этих преступных организаций, которые, как некоторые утверждают, в том числе руководство ВСИНа, которое хочет с ними бороться именно техническими способами, что эти преступные группы находятся не где-нибудь, а либо в исправительных учреждениях, либо в СИЗО. Поэтому у меня складывается впечатление, что с ними просто не хотят бороться по той причине, что, наверное, может быть, кто-нибудь заинтересован в их существовании и таком достаточно прибыльном преступном бизнесе. Или, как говорится, если звезды зажигаются, значит, это кому-то выгодно. Еще раз простите за наивность, Михаил, но есть ли универсальная пилюля? Как не войти в число тех, кто принял мошенническую схему за чистую монету, и как защитить себя? На самом деле есть несколько способов, как защитить себя от подобного рода мошенничества. Это первый способ – не иметь телефона. Второй способ – не иметь денег. И третий способ – бдительность, и только бдительность. Цена победы – постоянная бдительность. Благодарю. Спасибо большое. Михаил Фаткин, партнер юридической компании «ФМГ Групп», помогал разбираться, как не стать жертвой мошенников и что делать, если это уже произошло. Куда инвестирует гуру? Строить прогнозы – дело неблагодарное. Слишком много неопределенностей впереди, в том числе и на фондовом рынке. Однако не лишним будет внимательно присмотреться к новым вложениям, которые делают сейчас известные гуры. Уоррен Баффет, Рэй Далио, Джоэл Гринблад и Джордж Сорос. Они отличаются друг от друга по стилю работы, но их объединяет желание получить максимальную отдачу от вложений. Какие ставки сделали эти инвесторы на 2021-й? Итак, Уоррен Баффет. Среди новых крупных приобретений мы видим технологические и фармацевтические компании. Это прежде всего Merck & Co. и Pfizer. К слову, новый президент США Джо Байден традиционно поддерживает политику доступности медицины для всех слоев населения и, вероятнее всего, продолжит работу по продвижению программы Obamacare. Рэй Далио. В конце года инвестор купил торговую компанией Walmart, Coca-Cola Company, PepsiCo, McDonald's Corporation. В чем здесь дело? Очевидно, после 11 лет бычьего рынка разумно иметь в своем портфеле вместе с акциями роста и некие защитные активы, которые практически всегда на плаву. Ведь есть и пить нужно всегда, даже во время самого крутого краха на фондовом рынке. Далее. Джоэл Гринблад. Это имя звучит в прессе гораздо реже, чем имя Баффета или Далио, но человек он очень мудрый и многого достигший. Его маленькую книгу победителя рынка акций можно часто встретить в различных списках мировых бестселлеров. Из того, что приобрел Джоэл Гринблад, компания Verin Medical Systems. Это американская фирма по производству медицинского оборудования для лечения онкологических заболеваний. А вот еще один необычный новичок в портфеле Гринблада – компания Mosaic Company, которая через свои дочерние фирмы производит и продает концентрированные фосфатные и калийные удобрения. Идем дальше. Джордж Сорос, легендарный гуру, приобрел биржевый фонд, который знаком практически всем инвесторам – Invesco Trust, который отражает динамику индекса NASDAQ-100, то есть 100 крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на фондовой бирже NASDAQ. Из всего этого следует, что опытные инвесторы увидят смену приоритетов и лидеров роста на рынке, а ведущей позицией, возможно, займут лузеры или компании, которые скромно проявили себя на рынке в прошлом году. Друзья Оушена. Новосибирская область входит в тройку регионов с наибольшим показателем зарегистрированных краж. Это данные Генпрокуратуры РФ. Всего за 11 месяцев прошлого года у нас было завершено более 24 тысяч краж. Первое место у Амурской области и Республики Тыва. При этом в нашем регионе по статье 158 УК РФ кража раскрывается лишь каждое пятое преступление. Это 21% раскрытия. Тогда как в среднем по России статистика раскрываемости более благоприятна – 36,8%. В среднем по России продолжает снижаться число краж, сопряженных с незаконным проникновением в жилище. Практически на треть меньше угнано авто – 8,8 тысяч. Но зато заметно увеличилось число краж, совершенных с банковского счета или в отношении электронных денежных средств. Если бы не эти ужасные пробки, Новосибирск вошел в топ-10 мирового рейтинга пробок, сообщает Новосибирская служба эвакуации АСТ-54 со ссылкой на нидерландских аналитиков из компании Том-Том, которые подвели итоги дорожного трафика за 2020 год в крупнейших мегаполисах мира. Новосибирские пробки заняли 9 место, несмотря на пандемию. Эксперты собрали информацию по дорожным заторам в 416 городах из 57 стран. Из российских городов Москва и Новосибирск вошли в мировой топ-10 городов по уровню заторов. В столице России лидер списка средний годовой уровень трафика составляет 54%, в нашем же городе – 45%. Это означает, что обычная поездка занимает на 45% больше времени, чем тот же маршрут при полном отсутствии пробок. И, кстати, в 2019 году новосибирские пробки занимали 16 место в мировом рейтинге. Продолжим ли мы падать в этом антирейтинге? Компания «Газпром» и правительство Новосибирской области направят на газификацию региона более 4 миллиардов рублей. Средства выделят по соглашению о развитии газоснабжения и газификации области до 2025 года. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Инвестиции будут вложены поровну и «Газпром» и «Регион» вложат свыше 2 миллиардов рублей. Действовавшая в Новосибирской области последние 4 года программа газификации была выполнена на 60%, а ее финансирование региональными властями было сокращено вдвое. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом он сообщил в эфире радио «Комсомольская правда». Я привился и считаю это правильным. Я считаю, что вакцина «Вектора» сделана хорошо, особенно она подходит для пожилых. Не надо гнать панику, все это можно преодолеть, сообщил Зюганов. По его мнению, третьей волны распространения вируса в России не будет при условии, если вакцинация будет проходить успешно. Масштабный выпуск «Эпиваккороны» начнется в феврале 2021 года. Куплю колесо. Подобное объявление о продаже колеса обозрения на набережной появилось на сайте интернет-сервиса Авито. Продавцом выступает ООО «Круг», кому и принадлежит объект. Аттракцион высотой 34,7 метров предлагают купить за 20 миллионов рублей. Как говорится в объявлении, колесо не имеет фундамента, что облегчает его перевозку, установку в любое место и снижает затраты на подготовку площадки. Старое колесо обозрения продают, потому что два года назад появилось новое, высотой почти 70 метров. Оно является четвертым по высоте в России и самым высоким за Уралом. О других событиях, влияющих на наши деньги, уже в следующих выпусках РБК Дели. Редактор субтитров А.Семкин